Говорят, что речки питают талые воды. На самом деле все не так. Речки питают родники. Об этих удивительных природных источниках поговорим с нашей гостьей, начальником отдела поверхностных вод Центрально-научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Еленой Громадской. Доброе утро. Доброе утро. Елена, скажите, вот все течет, все меняется, да? Но несмотря на это, родники остаются местом притяжения. Почему они так влекут к себе людей? Да, вы правы. Родники являются уникальными водными объектами. И они представляют собой выход подземных вод на земную поверхность. Причем естественный выход. И я думаю, что как раз за счет этого они привлекательны для населения как источники чистой питьевой воды. Также родники являются местом отдыха. И интересны с точки зрения туризма. Вы наверняка знаете, что вокруг родника зачастую можно наблюдать очень живописную местность. Да, у нас в Беларуси это могут быть водопады, это могут быть озера, бирюзовые озера, как в Славгородском районе родник Голубая Креница. Либо это может быть даже пещера с родником, как в Сенинском районе в Витебской области. А известно ли на данный момент, сколько вообще в Беларуси всего Креница? Да, в 2020 году мы завершили инвентаризацию, в ходе которой в течение пяти лет мы обследовали территорию Беларуси и верифицировали на местности 1183 родника. Да, достаточно много. Причем также мы изучили дебет родников, то есть мощность, объем воды в единицу времени. И даже подсчитали приблизительно, что при условии, если 75% родников будут пригодны для питья, то они, наши белорусские родники, они смогут обеспечить суточную потребность в питьевой воде в 4 литра на человека. Даже так. Есть мнение, что вода в некоторых Креницах обладает целебным свойством. Ну, насчет целебных свойств я, наверное... Это из области народной медицины? Скорее всего, это больше не наука, а, может быть, вера, традиции. Ну, а правда ли, что можно пить воду из любого родника? Нет. Нет? Однозначно нет. Я бы не рекомендовала вам пить воду из источника, если у вас нет сведений о качественном составе этой воды. Даже наличие каптажа на роднике... А что это такое каптаж? Каптаж, это в большинстве случаев, это железобетонное кольцо, которое углублено в землю для того, чтобы было более удобно набирать воду. Да, то есть даже он не является гарантом безопасности воды. А как понять можно, что вот этот родник пригоден для питья? Ну, я знаю, что на некоторых родниках, которые наиболее посещаемые, там установлены таблички, возможно, с результатами исследований. Однако на сегодняшний день исследования качества воды родников, они проводятся разово и выборочно для определенных целей. Возможно, для всех родников такой информации еще нет. Министерство, Минприроды заинтересовано в теме изучения родников и сохранения родников. И Минприроды курируют вопрос благоустройства родников. И так вот 14, буквально недавно, 14 мая, при участии министра природных ресурсов, состоялось открытие благоустроенной рекреационной зоны с родником в Юйевском районе. Мне кажется, стоит предупредить наших зрителей, что все-таки пить воду можно не из каждого родника. Да, нужно. Лучше лишний раз проверить, чтобы не навредить своему здоровью, и потом не говорить, что родник плохой. Что, оказывается, родник не обладает целевыми свойствами. Спасибо большое, что вы к нам пришли. Напомню, у нас в гостях была начальник отдела поверхностных вод Центрального научно-исследовательского института комплексного использования водных ресурсов Елена Громадская. Хорошего дня. Хорошего дня. Хорошего дня. Спасибо.